МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Генрих Новосардян вышел из дома раньше обычного. До работы добираться придется не на привычной представительской Волге, а на маршрутном такси. Профессиональный взгляд начальника управления транспорта столичной мерии тут же заметил непорядок. Водитель нарушил технику безопасности. Вместо трех газовых баллонов он установил четыре. Кроме этого, баллоны должны быть накрыты металлическим листом. Если он и дальше будет так работать, то нам придется лишить лицензии компанию-перевозчиков. Горожане постоянно жалуются на переполненные маршрутные такси и низкое качество обслуживания. Вообще обслуживание не очень качественное. Машины старые, неприятно садиться. Вот смотрите, на остановках нет графика передвижения. Стою и время теряю. Не знал, когда приедет нужный мне транспорт. Оказавшись в роли обычных пассажиров, работники мерии должны решить, что городу нужнее – маршрутки или автобусы. Сейчас чиновники предлагают сократить число маршрутных такси. Водители микроавтобусов считают, что это нововведение на улицах Еревана не приживется. Остановки слишком маленькие. Автобусы припарковаться негде. Зря трамваи сняли. Вот это был самый удобный транспорт для людей. Водители автобуса Гарный Кароян считают, маршрутки только работать мешают автобусы гораздо комфортабельнее и перевозят в три раза больше пассажиров. Но что это такое? Я полдня езжу полупустой. А все потому, что пассажиров переманивают водители маршруток. В результате нет прибыли, а значит и приличной зарплаты. Решить проблему наземного транспорта городские власти пытаются не первый год. Теперь мерия решила взглянуть на проблему, что называется, изнутри. И решить ее раз и навсегда. В ближайшие две недели чиновникам транспортного отдела мерии придется отказаться от служебных машин и ездить на городском транспорте. Основная цель – выявить проблемы сферы. Уже в начале мая мэру должны представить новый проект по решению транспортных проблем. Ирина Макарчан, Аминавакия, Новости Содружества, Армения.